Как отставка правительства и новый премьер-министр могут повлиять на курс рубля, а также на какие еще события инвесторам следует обратить внимание на новой неделе. Разбираемся в свежем обзоре. Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture. Здесь я часто рассказывала вам о важности подушки безопасности. Есть еще один важный и очевидный инструмент, который позволяет защитить себя от непредвиденных рисков – это страхование квартиры. Но раньше застраховать квартиру было долго, сложно и дорого. Сейчас ситуация меняется и появляются онлайн-сервисы. Сегодня я хочу рассказать вам о сервисе, который называется «Манго страхования» и который позволяет застраховать свою квартиру за 60 рублей в месяц по цене чашки кофе. Вся процедура займет у вас 5 минут онлайн. Вы на сайте заполняете адрес, желаемые лимиты и личные данные. И вуаля! Ваш полис уже начинает работать. При этом в любой момент вы можете отменить подписку на страхование. Вы можете застраховать квартиру, в которой вы живете, которую вы сдаете или снимаете и застраховать ее от любых непредвиденных ситуаций, в частности от затопления, от ограбления, от протечки, пожара и т.д. В страховку входит ремонт, вещи в квартире, а также квартира и вещи вашего соседа. Важно, по одному номеру телефона вы можете застраховать только одну квартиру и есть еще приятный бонус. При регистрации в личном кабинете будет промо-код, по которому вы можете пригласить своего друга, вы получите месяц бесплатного обслуживания, ваш друг два месяца. Важно, что бонусы суммируются, но их нельзя обменять на деньги или подарить. Все подробности про манго страхование вы найдете по ссылке в описании. Ну а теперь, друзья, после небольшого лирического отступления давайте перейдем к теме нашего видео. На этой неделе курс доллара опускался ниже отметки 61, но к концу семидневки все-таки подрос наверх, вернулся к отметке 61,5. Тем не менее российская валюта, конечно, остается по-прежнему удивительно крепкой и особенно странно на этой неделе прозвучала новость, экспертная цитата, которая разлетелась по всем СМИ. Некий аналитик спрогнозировал курс доллара по 200 рублей в ближайшем будущем. Можно было бы подумать, что это Степан Демура, так все, наверное, и предположили сперва. Но нет, этим прогнозистом оказался директор Центра структурных исследований РАНХИКС Алексей Ведев, который выступал на Гайдаровском форуме и там, в числе прочих обсуждавшихся тем, как бы мимолетом сказал, что сейчас Минфин искусственно создает спрос на валюту. И дальше цитата, все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей возможно, а в сторону 40 рублей за доллар невозможно, потому что Минфин валюту активно выкупает. Я, по большому счету, абсолютно согласна с этим высказыванием, это довольно очевидная вещь. Но, тем не менее, СМИ буквально растащили эту фразу, вот все, доллар по 200 рублей говорят нам чуть ли не в правительстве. Потом несчастному прогнозисту пришлось даже оправдываться, говорит, что он совсем не это имел в виду. Но слово, как говорится, не воробей. Ладно, шутки в сторону. На этой неделе, конечно, мы видим продолжение спроса на рисковые активы. Здесь нужно сказать спасибо лидерам США и Китая, которые все-таки сумели подписать первую фазу торговой сделки. И несмотря на то, что, по сути, в этом соглашении ничего такого переворачивающего игру не содержится, но рынкам, конечно, очень понравилось, что конфликтующие стороны все-таки хотя бы о чем-то сумели договориться и хотя бы что-то сумели подписать. Есть надежда, что Твиттер Трампа, по крайней мере, какое-то время будет молчать и не будет говорить о том, что Китай является самым главным врагом Соединенных Штатов Америки. Это здорово, это нравится рынку, это помогает в том числе и российскому рублю. Кроме того, тут наметился позитив в отношениях с Украиной по газовым вопросам после заключения контрактов. Ну и, кроме того, конечно же, я не могу обойти вниманием историю с отставкой правительства, назначением нового премьер-министра. Это спровоцировало некую неопределенность, хотя по Медведеву российский рубль горевал всего лишь каких-то несколько минут, потом очень быстро восстановился. Но нужно понять, что пока правительство еще до конца не сформировано, у рынков есть некая неопределенность по этому поводу. Я думаю, что когда процесс закончится, здесь рубль также от этого может немножечко выиграть. Потому что, ну, всем понятно, что вряд ли там будут какие-то кардинальные перемены, которые вот прям как-то повлияют на курс валюты. Тем более, что финансовый блок остается на своих местах. Их работой президент Путин совершенно, очевидно, доволен. Поэтому сюрпризов не ждем. Но в любом случае фактор неопределенности небольшой, но остается. Кроме того, хочу напомнить вам, что у нас на следующей неделе налоговый период. Стартует его пик, придется на 27 января. Объем выплат в этом месяце будет немножечко поскромнее, чем в декабре 2019 года. Но все равно объем налогов 1,7 триллиона рублей. Это также фактор, который российской валюте может прийтись по душе. Поэтому вот если говорить об этих вещах, то в целом мы видим, что для рубля сейчас довольно благоприятный фон складывается, если не произойдет каких-то непредвиденных событий. И в целом, как я уже ранее говорила, первый квартал обещает быть для российской валюты достаточно благоприятным. Некоторые уже заговорили о том, что ну все, теперь увидим по 58 или даже по 55 доллар. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь в том, что такой сценарий может реализоваться. Сейчас объясню почему. Дело в том, что вот эти вот все перестановки в правительстве и, конечно же, само послание Путина на этой неделе содержали в себе достаточно много моментов, связанных с деньгами, которые собираются потратить. Так, например, Путин озвучил меры поддержки бюджетной сферы. И до 500 миллиардов рублей на это может потребоваться. Кроме того, новый премьер Михаил Мишустин, по всей вероятности, будет активно курировать исполнение национальных проектов и, по всей видимости, под его руководством деньги будут тратиться более своевременно, чем это было в прошлом году. И поэтому есть такие ожидания у рынка, что центральный банк в своем понижении процентной ставки может взять паузу на месяцок, а то и даже побольше для того, чтобы оценить, как все эти действия будут отражаться на инфляции. Потому что могут разогнаться цены, ЦБ нужно посмотреть, каким будет эффект. И здесь нужно понимать, что рынок уже отчасти заложил в цену тот факт, что ЦБ в 2020 году продолжит понижать ставки и, по крайней мере, три раза по 25 базисных пунктов будет снижаться. И тут возникает риск того, что участники рынка начнут фиксировать прибыль, в том числе в облигациях федерального займа, потому что они уже заложили событие в цену, а его не произойдет. При этом вообще на самом деле все больше и больше инвестиционных домов, аналитиков говорят сейчас о том, что скорее всего приток иностранных денег в российские облигации федерального займа в 2020 году будет скромнее. Собственно, и статистика от ЦБ нам это достаточно явно подтвердила, в конце года доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа упала до 23% с 32% в октябре. То есть, похоже, все, кто хотел, уже вложились, кто-то уже даже заработал и ушел. И, как говорят сегодня многие аналитики, для того, чтобы рубль получил в 2020 году, не в первом квартале, а на более длительном промежутке, такую же поддержку от интереса иностранных инвесторов, для этого необходим даже больший приток денег, чем в прошлом году. Ну, а этих денег, похоже, на рынке сейчас нет и не предвидится. Если резюмировать все вышесказанное, то я бы предположила, что в первом квартале, если раньше не начнется мощная коррекция на явно совершенно перекупленных мировых рынках, то в первом квартале пара доллар-рубль может находиться чуть-чуть выше отметки 60, может быть, даже ее протестируем мы в какой-то момент. Но существенного апсайда не ожидается, потому что сейчас в целом расклад сил достаточно позитивный для рубля. Но уже во втором квартале риски могут постепенно смещаться в апсайд, и здесь можно ожидать несущественного, но все-таки укрепления курса американской валюты на 1, 2, 3 рубля. При этом, конечно, мы не говорим про 200 рублей за доллар, с которых мы начали сегодняшний разговор. Понятно, что риски не такие, но тем не менее. Нужно понимать, что коррекция на рынках, очевидно, совершенно не за горами. Такой праздник для инвесторов вечно продолжаться не может, и когда она начнется, рубль, конечно, будет на нее отвечать. Вполне вероятно, что триггером коррекции сможет стать именно предвыборная гонка в США. Но посмотрим, вариантов здесь много. Теперь, друзья, переходим к календарю инвесторов на следующую неделю. Начало недели с точки зрения экономических публикаций обещает быть достаточно легким. Но зато уже в понедельник открывается международный ежегодный форум в Давосе, который на этот раз посетит и делегация США во главе с Дональдом Трампом, несмотря на стартовавшие в Сенате разбирательства, связанные с его импичментом. Любопытно, что в этом году, пожалуй, самой главной темой Давосского форума станет именно климат. Не просто так мы в Петербурге наслаждаемся третьим месяцем ноября подряд вместо января. В Давосе, конечно, вероятно, будет снег, и вообще там достаточно хорошо. Но, тем не менее, нам интересно послушать обновленный экономический прогноз Международного валютного фонда и в том числе оценку того, как климатические изменения могут влиять на мировую экономику. Потому что сейчас уже всерьез говорили о том, что именно климатические проблемы могут стать причиной следующего, причем достаточно затяжного кризиса. Эта тема еще достаточно свежая для СМИ, особенно для российских СМИ, которые традиционно не привыкли уделять экологии достаточного внимания. Так что с удовольствием посмотрим, о чем поговорят в Давосе. И вот как раз в понедельник, 20 января, будут опубликованы обновленные экономические прогнозы от МВФ и будет проведена пресс-конференция. Также в понедельник, 20 января, американские рынки закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. И также в понедельник пройдет встреча министров финансов еврозоны. Во вторник, 21 января, Давосский форум официально открывается, а также примет решение по ставке Банк Японии прогноз без изменений. Далее, среда, 22 января, будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке США за декабрь, а также ставка Банка Канады без изменений и Банка Малайзии также без изменений. В четверг, 23 января, вот здесь уже побольше разнообразных событий. В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка по монетарной политике. Здесь не ожидается никаких изменений. Ну и также будет интересно послушать конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов. В России посмотрим на данные по промышленному производству за декабрь. Прогноз рост на 1,9%. Также на российском рынке операционные результаты опубликуют Алроса, ТМК и Полиметалл. Будьте внимательны, не пропустите важные новости. Также в четверг решение по ставкам примут Банки Индонезии и Норвегии. Ну и теперь пятница, 24 января. В этот день как в США, так и в еврозоне будут опубликованы PMI обрабатывающих отраслей за январь. Это важный показатель. Он действительно влияет на настроение рынков. В России смотрим на цены производителей. На российском рынке операционные результаты за 4 квартал и 2019 год опубликуют в частности Детский мир и Росказа. Распадская особенно интересна после того, как Детский мир стрельнул на 5% и даже больше на минувшей неделе. Да и Распадская, собственно, тоже себя чувствует вполне хорошо. Также в этот день свои рейтинги опубликует СНП по Азербайджану и Словакии. Фитч по Греции, Чехии и Финляндии. И Мудис по Финляндии. Кстати, рейтинговое агентство СНП обещало уже на завершившейся неделе опубликовать обновленный рейтинг России. Но судя по тому, что я ничего не вижу в прессе, наверное, эта публикация была отложена. Хотя, безусловно, если бы СНП повысила российский рейтинг, это бы рынкам очень понравилось и позволило бы нам увидеть еще не одну прекрасную историю роста в ближайшие недели. Друзья, ну и напоследок я еще раз вас предупрежу о том, что то движение, которое мы сейчас видим на российском рынке, да и на мировых, тоже это прекрасно. Это, конечно, привлекает очень многих начинающих инвесторов. Но, пожалуйста, будьте осторожны, потому что ралли на рынках не длится вечно. И не ведитесь, пожалуйста, на жадности и другие эмоции, которые возникают при виде неуклонно стреляющих наверх российских акций. Пожалуйста, помните о рисках. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самые свежие новости по экономике и финансам в России. До новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных видео, которые выходят здесь каждый день.